Служение Алексея Пронкина – это служение большой и целеустремленной команды. Наша основная задача – идти и проповедовать Евангелие по всей земле. Это видение мы не сможем исполнить в одиночку, поэтому мы нуждаемся в партнерах. Стань частью большого движения! Полную информацию ты можешь получить на сайте alexeypronkin.ru или по телефону 8913-004-3209. В местописании 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Здесь очень много вещей сокрыто для народа Божьего. И Бог говорит здесь, что первое – мы избраны самим Богом. Второе – что ты являешься царственным священством. Кто такие царственное священство? Царственное священство – это говорит о том, что Бог избрал нас быть царями и священниками. Бог не просто так выбрал тебя из-за того, что тебе хуже всех жилось. Нет. Кому-то по сей день плохо живется, но их здесь нету, и они обречены. Ты не просто так. Ты уникальный человек. Ты выбор Божий, я тебе хочу сказать. Это точно. Это 100%. И кто такие цари, и кто такие священники? Священники – это те люди, которые оказывают, доминируют в духовном мире. Священники – это те люди, которые доминируют в физическом мире. И Бог избрал нас быть доминировать, вообще в жизни доминировать на этой земле. Бог избрал тебя доминировать. И в духовном, и в физическом мире. Аминь. Следующее, что он говорит? Он говорит, что вы святые. Народ святой. То есть мы оправданы. Мы сегодня оправданы кровью Иисуса Христа. Кровь Иисуса, она омывает нас. И мы сегодня не живем в осуждении. И для нас Бог не где-то далеко. Мы сегодня способны приходить в Его присутствие благодаря крови Иисуса. Мы сегодня не грешники. Мы сегодня оправданы кровью Иисуса Христа. Человек, который живет в осуждении, он не способен молиться Богу. Он не способен приходить к Богу. Он не способен вообще просить у Бога что-то с дерзновением. Когда ты чувствуешь вину, ты не способен просить что-то. Аминь. Но когда Бог тебя называет святым, когда сам Бог называет тебя праведником, это для того, чтобы ты имел дерзновение к Отцу. Аминь. Как вы с этими так прикольно смотрятся. Дамы и господа. Царственное священство. Люди взяты в его дел. Аминь. Наш статус меняется. Я думаю, несколько лет назад Евгений Алдышев бы не стал бы... Не пришел бы на служение с такой штукой. Я вижу, как его статус поменялся определенно. Потому что мы жили в соседних домах, и мы все про друг друга знаем. Николаевич тоже в белых ботинках не ходил. Люди взятые в удел. Что такое удел? Удел – это доля представителя княжеского рода в родовом владении. Удел – это доля княжеского рода в родовом. То есть, ты благословен не просто для себя. Через тебя, через твою жизнь Бог избрал, чтобы благословить весь твой последующий род. Он говорит, я выбрал, я взял в удел тебя. Ты уже начинаешь верить в это? И дальше. Чтобы возвещать совершенство. Чтобы что-то возвещать, нужно что-то знать. Возвещает тот, кто знает. И мы здесь в церкви, мы познаем истину Слова Божьего. И истина Слова Божьего – это и есть совершенство. И Бог избрал тебя и меня, чтобы мы познавали и возвещали совершенство этому миру. Амин. И второе местописание, которое я хочу открыть, это «Евреям» 2 глава. «Евреям» 2 глава с 5 стиха. «Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, «Что значит человек, что ты помнишь его? Или сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих. Все покорил под ноги человека. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным человеку. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено». Некий человек пережил присутствие Божие. И когда он находился в присутствии Божьем, он говорит, «Кто я такой, что ты помнишь обо мне? Кто я такой?» Просто человек, которого сам Бог посещает. И знаешь, когда Бог его посетил, Бог открыл ему владычество. Он говорит, не ангелам, не ангелам я дал власть на этой земле, но я дал власть именно людям, чтобы люди владычествовали на этой земле. Я хочу тебе сказать, если ты переживаешь присутствие Божье, если ты верующий человек, если ты переживаешь посещение Божье, если ты переживаешь присутствие Божье, то следующий этап твоей жизни – это владычество на этой земле. Это местописание касается именно верующих, именно про людей верующих, про тех людей, которых сам Бог посещает. Здесь он говорит, что я отдам вселенную именно этим людям. И он говорит, все покорил под ноги человека. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего, не покоренным ему. Ныне же еще не видим, что все было ему покорено. Знаешь, когда Бог посещает, ты еще не видишь перемен в своей жизни. Бог приходит к тебе, и ты присытиваешься этим. Но он восхищался. Он говорит, кто я такой? Кто я такой, что сам Бог посещает меня? Без посещения Божьего в твоей жизни никогда не будет владычества. Сначала первично посещение Бога в твоей жизни. Мы приходим в церковь для того, чтобы Бог посетил нас. Мы молимся Богу для того, чтобы Бог посещал нас. Мы молимся вообще, чтобы встречаться с Богом. Амин. Если ты уже встречаешься, даже если ты еще не видишь благословений в физическом мире, но у тебя есть периодические встречи с Богом, я тебе точно говорю, следующий этап – это владычество на этой земле во имя Иисуса Христа. Ну, неужели так мало людей Бог посещает? Халлелуйя. И знаете, за то, чтобы нам владычествовать на этой земле, Иисус заплатил огромную цену. И мы должны ответить на вопрос, кто ты такой, как трем личностям. Трем личностям. Кто ты такой? Кто ты такой? Первая личность – это ты сам. Если ты не ответишь на вопрос, кто ты, сам себе, то ты будешь терпеть поражение в этой жизни. Я вам точно говорю. Вторая личность – это духовный мир, это сатана. Если ты дьяволу не ответишь на вопрос, кто ты такой, ты проиграешь. И третья личность или личности – это люди, которые окружают нас. И Иисус в Ветхом Завете ни один человек не назывался Сыном Божьим. Не назывался. Ребенком Божьим никто не мог назваться. Авраам, он назывался, Бог его назвал Другом. Сам Бог не назвал ни одного человека Сыном. В Ветхом Завете, до пришествия Иисуса Христа. Давид – это был человек по сердцу Бога. Авраам – это был Друг. Наречен был Другом Богу, но не Сыном Божьим. И когда Иисус пришел, когда Иисус дошел до полноты, когда ему нужно было входить в служение, что он делал? Он отстаивал свое сыновство в пустыне. И когда Сатана пришел к Нему, он говорит, подлинно ли ты Сын Божий? Он ставил под сомнение сыновство Иисуса Христа. Представь, Иисус приходит в этот мир и заявляет, что он Сын Живого Бога. Все в шоке. Все священники в шоке. Вся религиозная. Все в шоке были. И он защищал свое сыновство именно в диалоге с Сатаной. В диалоге с Сатаной. Он разговаривал с Сатаной. Он знал, что он Сын Божий. Он был убежден в том, что он Сын Живого Бога. И Бог его повел в пустыню, и там была встреча с Сатаной. И Сатана хотел абортировать его имя. Он говорит, подлинно, если ты Сын Божий, то сделай вот это. Если ты Сын Божий, то сделай вот это. И Иисус, он достойно прошел испытания с Сатаной. Он победил. Он выиграл это испытание. И потом, когда он начал уже служить, один момент, когда он учеников своих спрашивает, а за кого люди почитают меня? За кого люди почитают меня? Что вообще люди про меня говорят? Что они обо мне думают? И ученики начали говорить, одни за пророка Илью, другие еще за кого-то, третий еще за кого-то. Тогда он говорит, хорошо, а вы за кого почитаете меня? Ему было интересно, знают ли его ученики и люди вообще, кто на самом деле он? И когда Петр, он сказал, ты Сын Живого Бога, он говорит, не плоть и кровь открыли тебе это. Он говорит, твои слова совпадают с теми знаниями, которые я знаю сам о себе. Ты говоришь то, что Бог сказал обо мне. Ты имеешь откровение обо мне. И на тебе я буду что-то строить. И врата ада не одолеют церковь, которую я буду строить на тебе. Знаете, пока ты не получил о себе откровения о сыновстве, врата ада будут одолевать тебя. Почему врата ада не одолевали? Не могут одолеть церковь? Потому что Иисус точно знает, кто он. Почему врата ада одолевают тебя? Потому что ты еще не знаешь, кто ты. Ты еще сам не знаешь, кто ты. Знаете, мы на самом деле имеем великую власть на этой земле, как церковь. Я размышлял, там дальше местописания такие, что он говорит, я даю тебе, Петр, ключи царства Божьего, и врата ада не одолеют тебя, и что свяжешь на земле, то будет связано на небе, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небе. Знаете, какую власть имеет церковь? Сумасшедшую. Вообще, для чего нужны ключи? Ключи нужны для того, чтобы открывать и закрывать ворота. И чтобы на входе любого города есть ворота. Есть ворота. И он говорит, церковь, я даю вам власть открывать этим ключом ворота и закрывать. И он говорит, что вы разрешите, я даю вам власть, что вы разрешите в своем городе, то будет разрешено. А чего вы запретите, то будет запрещено. И знаете, когда Мэнсон хотел к нам приехать в город, на ночной молитве мы именно провозглашали это обетование Божие, что мы церковь, мы собрание святых, мы люди, взятые в удел, мы избранные Божьи люди, и мы собрались на совет. И мы решаем сейчас, разрешить этому человеку приехать в наш город или запретить. И мы посоветовались и решили, мы запрещаем ему приезжать в наш город. Это мы имеем великую силу разрешать и запрещать. Сам Бог дал свою власть тебе и мне. Ты человек, избранный Богом. Ты не просто какая-то таракашка и букашка. И знаешь, мы уже вкусили нашу власть. И дальше будет больше. Мы будем чаще собираться и мы будем решать на совете церкви, чему разрешать быть в нашем городе, а чему запрещать. Потому что ключи от ворот нашего города, Он, Иисус Христос, дал своей святой и праведной церкви, людям, взятым в удел. Аллилуйя! Воздай славу Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! Галатам 3 глава 26 стих. Ибо все вы, сыны Божьи, поверь во Христа Иисуса. Ибо все вы, сыны и дочери Божьи, поверь во Христа Иисуса. Скажи, я сын Божий. Если ты дочь, не говори, что ты сын. Скажи, я. Ты вообще, ты знаешь, что ты дочь Божья? Вот ты должен в этом утвердиться. Потому что если ты не утвердишься в том, что ты дочь или сын Божий, дьявол тебя замучает. Ну, я не знаю, сын или... Ну, это вроде похож на сын. Вот это вроде похож. А я что-то как-то не похож. Ну, я не знаю, кто я. Ну, я в церкви. Я верующий. Вот если ты просто верующий, то дьявол тебе такую трепку задаст. Потому что бесы веруют и трепещут тоже. Вот если ты просто являешься каким-то вот прихожанин. Вот прихожанин. Твоя жизнь никогда не изменится, если ты будешь только прихожанином. Если ты прихожанин, не получишь откровения о том, что ты сын, что ты ребенок Божий. Твоя жизнь будет в поражении всегда. Потому что мы имеем победу во Христе, когда мы дети Божьи. Когда мы дети Божьи. Когда ты ребенок Божий. Когда ты знаешь о себе. Я сын Божий. Первое, что Бог сказал мне в церкви, когда я пришел в церковь, я говорю, Бог, я не знаю, что это за организация. Но все люди говорят, что с ними Бог разговаривает. Для меня это странно. Жизнь разочаровала меня. Я не верю людям. Я не верю людям. Мне нужно, чтобы ты со мной заговорил. Я хочу, чтобы ты со мной заговорил. Потому что если ты со мной не заговоришь, я уйду отсюда. Я не хочу здесь находиться просто. Мне нужно знать подлинность этого места. Мне нужно знать правду, то, что люди говорят вообще. Что Бог с ними разговаривает. Вы знаете, я жаждал. Я искал. Я делал все то, что мне говорили. Я служил. Я мыл полы. Я не знаю. Я все делал. Говорю, Бог, я буду делать все, что они говорят, только для того, чтобы услышать твой голос. И знаете, первое, что Бог сказал мне, первое, что я услышал от Бога, я три часа, я не три часа, я сорок минут, я плакал просто. когда Бог мне сказал, ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение. Вот первые слова, которые я услышал в свое сердце. Первые слова. Ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение. Это первое откровение, которое должен получить каждый верующий. Я верующий. Ты сын Божий. Ты дочь Божия. А мы пойдем дальше. Деяние, 19 глава. Я объясню сейчас, почему я так радикально настроен сегодня. Это во благо тебе в первую очередь. Деяние, 19 глава. Хочу открыть многим из нас известную историю. 19 глава, 13 стих. Даже некоторые из китайскихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса. Говоря, заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует. Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ, Иисуса знаю, и Павел мне известен. А вы кто? А в ответ тишина. Пауза. Они не смогли ответить, кто они. Они не смогли разговаривать с сатаной и сатане, сказать, кто они. И дальше там была трагедия. Эти бесы, они, не услышав ответа, вот знаете, я смеюсь, вот раньше, когда мы были совсем зеленые, нас захлестнула эта волна, мы приезжали в город с деревни, и мы спрашивали, ловили кого-нибудь на улице, мы спрашивали, ты кто по жизни? Если человек не отвечал, то мы забирали у него куртку, мы забирали у него шапку, мы у него забирали ботинки, мы все снимали с него. Почему? Потому что он просто не мог ответить, кто он по жизни. И вот знаешь, с духовным миром сегодня то же самое. Духовный мир спрашивает, а ты кто по жизни христианин? Верующий, прихожанин, ты кто? Когда проблемы приходят, когда сатана приходит, когда болезни приходят, когда бесы приходят, когда нищета приходит. Ты приходишь к Богу, и дьявол тебе, а ты кто такой вообще? Ты кто? Видите ли, ребята, они затроили, они не знали, что ответить. И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они ноги и избитые выбежали из того дома. Знаешь, пока ты не ответишь дьяволу, кто ты такой, ты будешь ногой и избитый по этой жизни. Ногой и избитый. Нищий, голый, избитый, больной, косой, кривой. Пока ты не ответишь себе, кто ты, и пока ты не заявишь дьяволу в духовный мир, ему в глаза, пока ты ему не скажешь, я сын Божий, у меня есть власть противостоять тебе, у меня есть власть и сила наступать на змеи и скорпионов, и никакая вражья сила, она не повредит мне. Это мое слово, это для меня слово, это сам Бог сказал в мою жизнь. Мы проигрываем, пока мы не знаем, кто мы. Мы проигрывать будем, пока мы не научились разговаривать с сатаной. Когда ты поймешь, кто ты, ты по-другому начнешь молиться, ты по-другому начнешь сражаться, по-другому начнешь общаться с дьяволом, и дьявол убежит, когда ты противостанешь ему твердой верой, хотя бы в самого себя. Когда ты будешь верить в себя, когда ты будешь утвержден в этом, когда ты будешь твердо убежден в том, что ты сын Божий, ты совсем будешь по-другому себя вести. Твои молитвы изменятся, все изменится во имя Иисуса Христа. Дьявол приходит, болезнь приносит. Ты начинаешь, Господи, исцели, Господи, исцели. Дьявол говорит, ты кто такой? А, ну ладно, все, я понял, я побежал в аптеку. Вот так многие христиане делают сегодня. Я понял, я никто. Я не имею сил, я не имею власть. Я бегу в аптеку. Деньги закончились. Господи, дай денег, дай денег. Дьявол говорит, а ты кто? А вам не кажется, что ваше место? Кажется, кажется, и ты голый. Это смешно. Но это и не смешно. Ты уже что-то получаешь? Слава Богу. И третьи это люди. Первая Петра. Третья глава, пятнадцатый стих. Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета вашему пованию дать его. Будьте готовы. Вы знаете, для чего жить святой жизнью? Для чего Господа светить в своем сердце? Чтобы не забыть, кто ты. Когда ты светишь, когда ты живешь святой жизнью, когда ты встречаешься с Богом, когда ты переживаешь его посещение, Бог всегда напоминает тебе о том, кто ты. Он всегда приходит, говорит, я люблю тебя, я ценю тебя. Ты сын мой возлюбленный, ты дочь моя. Когда мы перестаем светить Бога в наших сердцах, мы сами не можем ни людям, ни себе, никому дать отчет вообще в нашем уповании. Нам придется. Знаешь, когда я вспоминаю, я сегодня анализирую. Когда я ездил в свой поселок, когда я прошел реабилитацию, я понимал, что я не могу ехать к себе домой и говорить, что я где-то там бросил наркотики. Я понимал, что я еду туда, и на мне лежит ответственность говорить Слово Божие тем людям, которые встретят меня, моим друзьям. Я понимал, что я в ответе за это. Я мог приезжать и говорить, ребята, классно мне живется. Я бросил курить, пить. Я бросил... И все бы говорили, о, какой ты молодец, как это у тебя получилось. Но их бы сейчас не было здесь. Кого бы я не встречал из своих друзей, я говорил, вам нужен Иисус, если вы не придете в церковь, то вы умрете. Вам нужен Иисус. Вам нужно прийти в церковь, чтобы из вас изгнали бесов и демонов. Тогда ваша жизнь изменится. Пусть это было радикально, но зато это было по правде. А когда сегодня христиане возвращаются, встречают друзей и говорят, о, да, у нас там, я вот курить бросил, у меня там, вот машинка там у меня появилась, вот у меня там, там, это вот, женился, там, ребенка. И все говорят, о, какой ты молодец, какой ты сильный человек. Мы должны дать отчеты. Кто постесняется меня перед людьми, того я постесняюсь. Мы не должны троить перед людьми. Мы не должны троить перед самим собой. Мы не должны троить перед дьяволом. Все должны знать, кто мы, кем мы являемся. Мы царственное священство, мы святые люди, у нас ключи от этого города, от ворот этого города. Вот кто мы такие. И мы в этом должны утвердиться. Аминь. Мы прячемся сегодня от этого мира. Царственное священство, цари и священники, люди, взятые в удел, они боятся этот мир. Они боятся назвать свое подлинное, кто ты. Штирлиц, что ли? Ну так скажи, я Штирлиц. Сам от себя спрятался, от дьявола спрятался, и от людей спрятался. И вот куда в воскресенье пошел? Ну вот надо съездить. А что ты белую рубашку одел? Ну, что-то, не знаю, так хочется. Что-то странное. Ну, сам не знаю, что такое-то. Мы не можем говорить, потому что у нас нет силы. У нас нет откровений. У нас нет власти. Мы не востребовали то, что по праву принадлежит нам. Я верю, что сегодняшняя молитва, она изменит чью-то жизнь. Всякий будет требовать у тебя отчет, кто ты. И тебе нужно будет всегда быть готовым дать этот отчет. Аминь. Когда болезнь приходит, когда люди приходят, когда ты сам приходишь. 2 Петра, 1 глава, 10 сих. Петр говорит своей церкви. Посему, братья и сестры, он говорит, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнешься. Он говорит, вы должны утверждаться сами, самостоятельно. Это делать. Это делать. Мне нужно быть твердым в своем звании и избрании. Что такое звание? Звание – это, что ты Сын Божий. И ты должен в этом утверждаться. Делать это имя все тверже и тверже. Все больше и больше в этом убеждаться. И что такое избрание? Избрание – это твоя духовная профессия. Ты должен знать, кто ты, что ты Сын Божий, но также есть у тебя духовная профессия. Кто-то призван евангелистом быть. Кто-то призван быть пастором. Кто-то призван быть апостолом. И сатана всегда приходит к апостолу и говорит, а подлинно ли ты апостол? А подлинно ли ты пастор? А подлинно ли ты евангелист? Можешь ли ты сказать за себя? Если ты сам себя не убедишь в том, что ты евангелист, ты никого из людей не убедишь в этом. Если ты сам себя не убедишь в том, что ты пастор, ты никого из людей не убедишь в этом. Если ты не убедишь себя, что ты реально учитель, что твой дар учителя, не утвердишься в этом, вряд ли кто поверит твоему учению. Все начинается с нас. Иисус, Он знал кто. Иисус пошел в пустыню, пообщался с дьяволом, и потом приходит к ученикам и говорит, ну а вы-то за кого почитаете меня? Ребята, мне интересно. Они, блин, ну не знаю, все кипишуют. Когда ты говоришь о себе, что ты сын живого Бога, не знаю. Потому что не было сынов еще. Не было таких амбициозных ребят еще. Им страшно было, потому что было мнение толпы. Кто-то говорил, пророк, кто-то говорил, Илья воскрес из мертвых. Это было серьезное заявление, за которое фарисеи всегда ходили и искушали вокруг. Перед крестом подлинно ли ты царь иудейский? Подлинно ли ты выдаешь себя за того, кем являешься? Последнее местописание можно уже выйти клавишником. 1 Иоанна, 3 глава. С первого стиха. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. И второй стих. Возлюбленные. Мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Возлюбленные. Мы теперь дети Божьи. Ты понимаешь, что ты ребенок Божий. Но Он говорит, но этого недостаточно. Потому что еще нам не открылось, что будет. Мы застряли на уровне, что мы дети Божьи. Но должно что-то произойти больше. И Он говорит, вам еще, вы дети Божьи. Я убедил вас, что вы дети Божьи. Ты убедился в том, что ты ребенок Божий. Он говорит, но еще не открылось, что будет. тебе еще не открылось, что будет завтра. Ты просто еще пока остаешься ребенком Божьим. Но Бог желает, Он говорит, но когда откроется, будем подобны Ему. Бог желает, чтобы мы, Церковь Божья, не просто назывались детьми, но чтобы мы были подобны Иисусу Христу. Чтобы ты исцелял болезни, чтобы ты разрушал проклятие, чтобы ты возлагал руки на больных, а не исцелялись. Бог желает восстановить в тебе свое подобие, во мне свое подобие. Я не должен застрять на уровне, я просто ребенок Божий и все. Десять лет назад я получил откровение о том, что я Сын Божий. И сегодня я пахаю и тружусь для того, чтобы быть похожим на Иисуса Христа и делать то, что Иисус сделал на этой земле. Я хочу, чтобы мы встали. Я хочу молиться о том, чтобы ты пошел дальше, чтобы ты носил в себе подобие Христа. Бог желает, послушайте, Бог желает тебя наделить сегодня. Готов ли ты принять наделение, чтобы совершать Его дела, чтобы быть похожим на Иисуса Христа? Готов ли ты, или ты хочешь остаться на уровне просто сына и дочери Божьей? Господь, мы дети Божьи. но пока нам еще не открылось, что будет, я молюсь, чтобы Господь ты открыл, открыл ту власть, открыл ту силу, которую ты имеешь для каждого из нас, открыл ту мудрость, открыл то возвышение, которое ты имеешь для каждого из нас. мы не хотим просто называться, но мы хотим быть. Мы не хотим остановиться просто на том, что мы дети Божьи, мы хотим быть ими, мы хотим совершать твои дела, мы хотим творить твои чудеса, Боже, мы хотим видеть твою славу в нашей жизни. Редактор Левиты, выходите сюда, чтобы вы там сели. Знаете, одно называться Сыном Божьим, быть Сыном Божьим, быть Дочерью Божьей, это совсем другое. Чтобы быть им, называться Сыном Божьим, ничего не надо, просто уверовать в это. И знаешь, в любом состоянии бежишь ты за таблетками, не бежишь, ты все равно остаешься Сыном Божьим, Дочерью Божьей. Потому что в пустыне Иисус, Он был не в самом лучшем состоянии. И Он защищал свое имя. Но знаешь, чтобы быть Сыном Божьим, тебе и мне нужно наделение, наделение, чтобы быть. Чтобы разговаривать с дьяволом, тебе надо быть. Чтобы разговаривать с болезнью, чтобы разговаривать с нищетой, тебе нужно быть. Чтобы разговаривать с проклятием, тебе нужно быть. Быть, 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 быть. Быть, быть. Чтобы разговаривать с бесплодним, тебе надо быть. Я хочу быть, скажи. Я хочу не просто называться, но я хочу быть ребенком Божьим. Я хочу наступать на змеи и скорпионов. Я хочу познать силу Божью в своей жизни. Ло, раба, ганду, ло, ресса, ката, раба, ко, торма. Начинай молиться сейчас, начинай открывать судьбу. Служение Алексея Пронкина – это служение большой и целеустремленной команды. Наша основная задача – идти и проповедовать Евангелие по всей земле. Это видение мы не сможем исполнить в одиночку, поэтому мы нуждаемся в партнерах. Стань частью большого движения. Полную информацию ты можешь получить на сайте alexeypronkin.ru или по телефону 8 913 004 3209.